всем привет дорогие друзья дамы и господа с вами и викинг и у нас сегодня обещанный видос я обещал его видео про год аккаунту рассказать про все танки пару слов то что у меня есть про каждый каждый тунчис рассказать буквально пару словечек танков у меня сколько давайте посмотрим всего у меня 130 танков это всех-всех-всех-всех ну давайте про них немножечко вкратце пробежимся инфа у нас будет актуальный на бум-бум-бум-бум-бум на 26 июля 2023 года ну чтож поехали а давайте как смотреть что мы еще сделаем чтобы видос был чуть-чуть поинтереснее мы здесь еще с вами и откроем конты я понимаю что сейчас 16000 голды можно потратить гораздо гораздо гар гораздо более с умом но я и ум я и казино да давайте ребят запись идет не переставала не переставала давайте мы знаете что сделаем мы возьмем и потратим 15000 голды чтобы получить 5 процентный шанс выбить вот этого мальчика мальчик хорош мальчика почему-то не почему-то понятно почему берут всегда в турниры и про котлеты его любят редкая я первый раз вообще вроде как вижу что его вообще продают контов всего 5 шанс выпадения 5 процентов камуфляж 6 процент столько голды 0 2 процента мне очень давно очень 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 давно не везет вообще ни на какие кон и вообще никакие конты я очень надеюсь правда правда очень надеюсь что мне сейчас повезет на стр пока очень хочется давайте скрестим пальчики запись идет и все вместе посмотрим открываю быстренько быстренько ворвался в свой видос чтобы быструю инфу вам кинуть дорогие друзья дамы и господа 14 07 31 07 делимся этой страничкой получаем возможность утонуть маленький козиноч но самое важное самое шикарное что что пройдя по ссылочке это будет в описании совершив покупку через app gallery в наших любимых танках от 449 рублей все еще помянем боевой пропуск который так стоило вы иметь возможность крутануть вот это а из этого она может выпасть все что хотите но мне минимум от 99 рублей кэшбэком а максимум это б.к. 90 01 просто донатим от 449 рублей в нашу любимую игру не включая туда купоны монеты huawei и получаем возможность выиграть в к 90 01 а также если подписаться на дискорд можно заработать бакс все смотрим дальше 12000 золото свободка несерьезно 200 голды еще три канта блин еще 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 пожалуйста два канта еще два канта еще два канта еще два канта верно и идут прахом одна попытка плохо быть не подключенным блогером правда блогером стримером одна попытка пожалуйста пожалуйста дай блять вось варь варь дорогие друзья я успокоился немножко поорал немножко побил подушку 3000 голды есть давайте уже добьем анты и пойдем от к рассматривать мой ангар давайте откроем два два раза по собери их всех короче тут я ни на что не надеюсь хотя в основные танки мне всегда давали собери их всех всегда мне падала именно туда кстати будет компес в тысячу мне не хватит наверно вот видите даже не психую просто ну ну и ладно повезет следующий раз 5 миллион бустеров ну пусть будут бустеры пусть будут сертификаты 28000 кстати x5 а ну да слушай сейчас 1000 голды упадет обидно чертовски обидно конечно да вот еще голды спасибо который который раз мне ничего не выпадает я уже не знаю в который ну терпим ждем ну теперь перейдем непосредственно к теме нашего ролика кому было интересно казино посмотрели а теперь кому интересно тунчицы давайте быстренько как быстренько буквально в пару слов пробежимся про каждого шеридан в свое время я ненавидел что восьмерку что девятку что десятку слишком токсичный танк в рандоме очень очень много проблем доставляет врагам еще больше проблем доставляет он ракетный завтра у нас на него кстати этот ивент надо будет его забирать в общем очень токсичный танк его будут нерфить нерфить довольно сильно но очень сильная машина очень очень сильная машина советую всем прокачать его к себе в ангар хэви выкачан просто потому что было легко выключить сразу с восьмерки я бы его наверное не качал потому что я не любитель американских тяжей вот этих вот йох мне не нравится этот мне не нравится честно говоря в вечном споре он или 50b я выбираю 50b хотя на нем я думаю 3000 вообще без каких-либо проблем можно держать е4 имба и не контрится мне кажется даже нерфы его не убьют это пт которая должна это пт которая должна строго должна играться как тяж никаких кустов ничего подобного вы едете на т.т. направление и дрочите всем голову е5 очень красивый тунчус очень красивый прямо мне с виду очень нравится очень комфортное орудие и изначально даже больших танках у него была фишка это таран это средний танк очень тяжелый но таран в нашей игре не так часто получается но когда получается е5 дает огня имеют в простых боях леопард совсем недавно его выкачал пока я его еще так прямо хорошо не понял но это хрустальная пушка это отсутствие брони но очень хорошее орудие и очень хорошая подвижность пока не разобрался если я не ошибаюсь поправьте меня в комментах если ошибусь он и пантера 2 которыми тоже есть в ангаре мы да не дойдем они оставлены пантера оставлена он это десятка будет всегда нужны лишь для мат games насколько я помню только для мат games потому что он очень жестко таранит он выходит в инвиз и таранит сотка первая десятка советую сотку иметь первой десятки всем потому что если вы новичок в нашу игру то ветка немцев тяжей которые идут к сотке начиная 6 уровня vk 360 1 тигр тигр 2 и 75 и 100 отличнейшие танки которые прощают очень много ошибок которые научат вас танковать ромбовать и так далее короче отличный кончится многие его почему-то незаслуженно хейтят но в любом случае лучше мауса vk 7201 vk 7201 выкачан грубо говоря для коллекции в одно время он не зашел даже больше чем е100 но к нему надо привыкать он немножко по-другому танкует оружие тоже злое но его проще мне кажется пробить как по мне хотя и мауса тоже не так трудно но вот эта планочка пробивается вот эти ушки пробиваются голды он боится очень сильно как все боятся голды но опять-таки довольно красивый туничес такой сексуальный босс ну босс он и в африке босс о чем тут говорить хоть публик на тысячу в лицо и причем не важно кто перед тобой vk сотка леопард е4 броню не ощущаю тест лт очень кайфовая машина очень кайфовая но опять на нем досадиться и играть просто вот типа пойду пару боев скатаю нет к его геймплею нужно привыкать он но он хорош за счет своего силуэта за счет его какой-то просто сумасшедший сумасшедшие возможности как правильно сказать отрикошетить он даже ягу и 100 может и кашет жопой такое у меня бывало до 62 бани контрится не о чем говорить если вы хотите ст качайте его башня подвижность орудия все на высоте просто отличнейший танк средний по всем своим средним параметрам всегда буду чекать туда глазками проверяя идет ли запись запись идет топоры портвейн он же шмыга он же без собой он же гоша он же лысый короче сто тринадцатый на астероидах отличный танк отличный дпм почему-то отличная броня только что черт этот не нравится но выпал пусть летает паскуда а так танк просто замечательный из 4 если бы не вот эти части и вот эта часть просто вообще не сокрушимая скала далеко не каждый сюда попадает далеко не каждый про них знает а еще вот ну вот тут пробивается но это тоже надо знать против нубов просто имбища пушка злая но это конкретный танк прорыва просто танк прорыва вы рвете на нем направлении стоять и дрочить на нем можно только если против тебя вышли какие-нибудь супер злые пт-шки их бортом мансишь так на нем стоять и дрочить не нужно но еще он чертовски красивый объект 268 не понимаю хоть вы меня режьте я не понимаю зачем нужен объект 268 если есть и су-152 многие со мной не согласятся но я путь ну я как-то вот до сих пор не распробовал следующий обнове у нас будет пбр на него посмотрим посмотрим может быть броню ему сделал хотя броня у него тоже какую-то стоил ты советская она сумасшедшая в общем будем посмотреть как говорится супер конь любимейший мой танк от ли просто великолепная машина и танкует и стреляет и едет просто можно на нем и в жопу дуть железо гнуть если он будет продаваться пацаны берите берите не думая вы не пожалеете ни одной минуты чиф отличный танк отличный но чуть сложнее в рель ничуть сильно сложнее в реализации чем супер конь прям сильно сложнее орудие отличная вот броня в принципе хороша но вот эта шляпа конечно все портит но там хороший но сука дорогой бабаха простите да я сижу не на стуле я сижу на бутылке я я да я вкачал бабаху за свободу простите меня имба просто имба но такая же имба я понимаю как допустим как по мне вот это чисто по мне нет ладно ерунду чуть не сказал в общем имба за счет башни но тоже это такая стэшка которая в каждой бочке затычка ты должен летать обосравшись по всей карте и пиу 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 делать но от башни танкует просто замечательно кори типа выкачал типа самый большой пробой в игре я же только на голде зачем выкачал до сих пор не понял в за 1321 зачем выкачал до сих пор не понял танк выкачан очень давно танк выкачан наверное на второй день когда он появился в игре экипаж до сих пор не прокачал потому что ездить на нем я не могу его фишка в том что ты раньше получаешь лампочку и ты видишь что кто тебя видит мыть не фишка это ерунда 121 бы цыганский танк с ташку который не клонится орудия все она зато золотая зато цыганская 113 у сколько боев на нем проведено взвод из 113 делает грязь этот тяж едет на это направление и делает как у сильную как у он прямо хорош он мне очень нравится дпм мансишь броня прямо на кайфах батчат еще больше в каждый дыр в каждой бочке затычка ты вообще должен просто как электро веник летать по всей карте ловить каждого же ошибающегося игрока и при этом сам и не имеешь права ошибаться потому что брони нету не так как у ты стоил ты нету но есть а вот совсем нету принципе там я не знаю семечками в него можно кидать эту дырки появится 50b очень мне понравился очень мне понравился этот танк наверное может даже ивент буду в частности в одну и на нем тоже проходить потому что очень очень хороший танк вроде даже лучшую средний урон я сделал по аккаунту именно на нем про джетто не люблю до заряжания кидайте в меня окурками и плюйтесь я не люблю до заряжания мне как-то некомфортно вот это вот вот я подожду или не подожду вот она подкрутится не до крутится до зарядиться не до зарядиться я люблю нормальные цикличные барабаны бывали хорошие бои на нем бывали но твп лучше твп боже какой-то хороший танк это не просто хороший танк это одна на хуже чем шеридан это 1200 урона за там почти 4 секунды а если 2 твп во взводе туда 2800 урона о 2400 урона за 4 секунды никто не выживает плюс она все критует на свете приехала наплевала тебе по жопе и уехала и что ты сделаешь я и другого города просто очень очень люблю этот аппарат особенно во взводе ливандовский не понятый мною аппарат совершенно не понятый мною вроде как стиль игры очень похож на е100 такой знаете е100 который корова лизнула но блин ну как-то я его не понял тоже были неплохие бои но стоит для коллекции поляки смешно ругаются в 55 до еще один танк с фишкой когда едет медленно всегда сведен выкачан в первый же день и собственно на второй день заброшен абсолютно это тяжелый танк с максимально усредненными характеристиками как я часто говорил на стримах боялись сделать имбу и поэтому ни о чем орудие ни о чем броня ни о чем подвижность ни о чем все вроде и придраться не к чему и похвалить не за что и фишка его нифига не фишка до 30 не помню зачем я его оставил а ну это потому что в прошлом десятка легендарная машина жесткое орудие прикольный аппарат можно вывести там где-нибудь покататься популякать броня в башне в принципе присутствует а м x30 сложный по такой схожий с леопардом геймплей хрустальная пушка сложновато там как вам не для меня лично сложновато и очень редко на нем езжу с 49 даже купил на него шершня эту штучку повесил задрачивать мозги людям на восьмом уровне этот десятом этот на восьмом шериф зачем-то купил зачем-то стоит кому-то нравится я еще вот даже ни одного боя на нем не сделал покупал потому что было выгодно выпал что камуфляж что танк с кантов болельщика клёвая фановая машинка но опять-таки дадут один раз по жопе фугасом и до свидания первая моя первый мой прием видите даже первый прем наездил 15 ранг зачем-то на нем в принципе из тех же хрустальных пушек такой какой-то прокачанный indian panzer можно сказать пусть будет довольно неплохая машина для прямых рук то есть не для меня а вторая пантера вот уничтожитель восьмого уровня в мэтт-геймс вроде это называется мэтт-геймс точнее возвращение возрождения дам от геймс где у него обилка на невидимость плюс таран все это ваншот любого танка за это его и любят и ненавидят он только для этого и есть в ангаре лёва купил леву когда он был колосом когда это продавали за 5000 всего повесил на него даже вот вонючку от этого в общем очень красивый танк особенно в этом в этом кому он просто божественный ну и он фармит довольно неплохо нормальная пушка нормальная броня для восьмого уровня по крайней мере и ну хреново едет только в к выпал насколько я помню собери всех в принципе обрадовался буду давить всех гравитации но ушлые игроки стреляют по гусеницам и никого-то в гравитации не подавишь тигр 2 бусечка лапочка зайчка будут лишние голда сделаю его премиальным танк на котором я первые в жизни взял 4000 ну просто то лучше это лучший тт восьмого уровня сейчас прибегут любители этого морковки но как прибегут так убегут это лучше мое мнение хочу то говорю яга 88 плюс яга 88 15 года ничего хорошего ничего плохого про них сказать не могу но больше плохого чем хорошего танки которые легко пробиваются вообще везде ну кроме может быть вот тут неплохая пушка но он медленный он большой так что ну такое себе весьма посредственно скорбь отличный танк чтобы фармить голду просто отличный там хорошая пушка очень хочу 130 pm но пока к сожалению не имею такой возможности купить с ним не вы не выпало с контов и нету голды в момент когда ее продают вот это вот е25 на стероидах ну чё-то пару раз съездил такое типа такое лт 432 на удивление прикольная машинка такой тест лт на восьмом уровне на самом деле прикольная буквально там может быть 10 боев на нем сыграно и не без удовольствия прямо скажу и 2020 стоит для коллекции из 5 купил случайно стоит для коллекции ису еще одна восьмерка которую если у меня появятся лишние бабки я примени премиализирую я считаю и меня до сих пор еще никто не переубедил что ису 152 лучше чем 704 и лучше чем 268 можете спорить можете не спорить но в комментах лучше поспорить комменты это хорошо центурион очень весел для удивления я его распробовал в этом в биг боссе если он становится боссом слушайте он жесткий он прямо жесткий пальчик очень жесткий а так ну с ташка крупная слишком слишком большая но быстрая с веселой пушкой ох один из моих любимейших танков для фарма непробиваемая но практически непробиваемая башня склонения и барабаны 4 пульки отличный танк химера многими безумно любимая химера которую я не понял я как любитель больших выстрелов не поднимаю химеру ты 400 даешь на 800 получаешь смысл ссор удивил очень сильно удивил меня в режиме где он мог этот вкус мой возрождение мне он прям там очень понравился тоже так также был токсичен как-то 49 и шерик 112 ледяной не одного боя что-то ледяной начата 112 ну пусть будет взятка очень классный танк веселая сковорода будет возможность купить покупайте танк отличнейший вот эта броня она даже что-то бронирует типа что-то отбивает плюс злая пушка плюс отличная подвижность хороший там час прямо очень хороший до заряжание этим все сказано очень любимый танк очень многими игроками прям боготворят этот танк но мое мнение дав лучше потому что до заряжания может быть я просто не понял систему до заряжать вот и все эмиль куплен только из-за того что он убить и нг но быть понимаете да битин куплен только из-за этого шкода выпала с этого нова с летнего ивента что ли какого-то не помню охрененный у неё я вам скажу камуфляж дорогие друзья вот этот вот прям великолепно смотрится сам по себе танк мне не понравился он чем-то как по мне похож на химеру только еще и медленный супер хелкэт отличный танк отличный танк пофанится если нужно с кем-то во взвод на седьмой уровень но пока у меня не было крушителя я ездил на халкете пантера дважды дважды выпало мне с бесплатных этих с как называется сундуков за рекламу дважды пацаны дважды магнат магнат магнейт indian panzer в гейских шмот крушитель о мой бог я продал десятку синюю чтобы получить его и не пожалел ни разу обожаю танк ну вот они два брата акробата пушитель и кави 2 искатель типа но типа ну прикольно но это с bp танки ванна на колесах чего не сказать орудия вверх подымается сильно кошмар такое тоже ничего про него особого не скажешь о как дистанте по перепутаны ну ладно регрессор это у нас с ретро топе и последний тунчис очень надеюсь что смогу такие добить его до конца потому что он ну вроде он прикольный выглядит вот как они сделали ретро пию кроме магната мне нравится рушка ручка моя ты зайчка даже купил на нее легкома очень мне нравится этот танк не знаю почему а ты мне нравишься фиксер першинг что еще сказать игл помню на него был ивент тоже сделали за один день лучше всех пармит свобод насколько я помню тот он час лучше всех в мире фармит свободу шпик почему-то не продан слушать смотрел даже т-42 тоже он был на ивент забирал ни одного боя не сделал для коллекции стоит htc очень в свое время сложно добываемый в бб он же был введен как в личных боевых задач в больших танках здесь посредственная машина весьма посредственно узлая пушка шпик чему-то не продал может быть его полюбил может быть танк очень веселый он скорее все его продам я 25 имба и не контрится в больших танках здесь не дает не дает реализовать свои главные преимущества главное преимущество и 25 дпм и маскировка не дает реализовать су-122 44 один из моих первых прямо в бб здесь не так зол как мог бы быть type 62 весело пока весело покататься в прошлом как не говорили пацаны был прямым бой но ему там все на свете понерфили м41d это вот как там быть все бульдоги шмальдоги короче весело кататься пиу-пиу-пу-пу делать но если тебя увидели дадут жмыхом по голове и все что-то 45 не знаю зачем мл очень веселый барабан расстроился когда он не выпал попробовал пару боев съездил в принципе весело но силуэт кончили дракула как же люди его себе хотят как же я расстроился когда я его получил ну не знаю либо надо быть каким-то гипер про игроком либо любить таких такой геймплей но он что-то совсем не для меня мусорской танчес не о чем говорить эпсилон эпсилон да насколько я понимаю насколько моего мозга хватает единственный танк со стеклами с прозрачными стеклами сквозь которые можно смотреть которые преломляют свет но могу тупить до 34 85 победитель выпал с канта триумфатор мне очень нравится как он выглядит он такой прямо ну очень нравится как он выглядит прям великолепный именно вот камуфляж у него ну вот этот вот божественный просто вот очень мне нравится объект 244 имба которую давали когда леса с варгеймингом разошлись имба пипец просто им пища сентинели не знаю что мне про это можно сказать я ни одного боя не провел честно говоря особо не собираюсь промвель весьма токсичный на своем уровне но очень легко контрится потому что но нету брони у него и не такая хорошая подвижность как бы он хотел бластероид любла стоит как его там правильно ну типа ну типа ток ну типа ну типа короче такое с хурсхель с хурсхель он и в африке с хурсхель тут как бы особо тоже ничего не скажешь ток оси . сосисочку любят все прикольный танк просто везешь с противником очень много хп они радуются стреляют по тебе веселятся улыбаются феррум это кстати надо кому на него легендарные его повешать это за последний бп который был крайне точнее типа ну типа такое но никто на нем ездить не будет никогда ветер тоже за bp ну есть и есть пусть будет type 64 очень был свое время хороший танк больших здесь я его особо не распробовал как видите даже не ездил оборудку на него не навешал они лун ну какое название такой танк британская пантера сейчас продается за 2000 ее было очень легко получить бесплатно мракоборец нам он на данный момент самый красивый танк который давали за bp самый красивый вы посмотрите он такой прямо вот его видишь и сразу песни короля и шута заиграли в голове я мне очень нравится он под с виду он мне очень нравится узель она на в африке пузель 25 в гейских шмотках басота да мне пришлось качать кстати надо будет купить уже семерку и покачать ровер тоже прикольно за счет этой штучки делает прикольный но опять-таки на нем я наверное ни одного боя и не провел пошли уже совсем на лоу-левел канадский рам ни одного боя мне кажется что то подобное что хардск у ха хай скор штурам нам татарам все одно что мёд что говно у этого прикольно что когда тебя убивают он гейм-овер пишет и 14 тоже как бы ну типа пусть стоит 25 конор гневный но ирландцы но за что-то ты вот штучки и за счет бухла сзади он кайфовый ну да задом едет быстрее чем передам все все его плюшки рыношка не помню а ее бесплатно раздавали ни разу не поездил мародера совсем недавно был на него и вентик кстати да этот тунчис у которого две пушки давайте исследуем вторую прям при вас две пушки я не знаю с какой ездить правильно мне принципе все равно с этой он даже еще по дебиль не выглядит шип тот-то мне говорил что этот танк посвященный корну если это правда это круто если нет ну такой да такой с дебильцой прикольно выглядит но это пятый уровень ребята пятый уровень маджай это когда у нас была фараонская тема фараона я не получил маджая было получить легко типа excel сер м3 ли братская могила больше ничего про него не скажешь грызли сами первый тунчис который вам дарит варгейминг леста за бесплатно когда вы играть начинаете луч он же люкс он же люк очень веселый тунчис в маленьких в больших танках менее веселый здесь потому что не тот пулемет у него который хотелось бы за 38 на типа есть ну ну ты понимаете после такие танки типа ну пусть будет валентайн раньше помню в больших танках было им бой эта машина только потому что он попадал всегда может и в маленьких также есть твоя не знаю врать не буду он должен всегда в больших танках был попадать только в бои четвертого уровня то 28 образец сорокового года за 28 его вы будете на нем ездить валентайн мк 9 валентайн и валентайн ну типа и венантр ми и хо ми а мх-40 ми че у нас там дальше логов и 15 ми за 2 джей боже это же легенда но не в маленький нагиб ну педобирский танк совсем педобирский я думаю не менее педобирский но я ни одного боя на нем не провел м3 легкий м3 и легкий тени раздавали бесплатно с блатным каму у е-57 но я помню целый стрим на этом танке отъездил кто помнит под помнит пцм имба в больших потому что не нерфили обзор здесь имбы в нем не чувствуется ну е6 за 38 аж а вот на этом танке мы чуть-чуть поподробнее становимся поподробнее подожди 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 маневрность а вот эффективность 88 боев на этом танке точность стрельбы обратите внимание пожалуйста дорогие друзья на максимальный урон 2330 урона на втором уровне семью фрагами кто знает тот знает каждый унесет этот секрет могилу за 35 т он нужен чтобы вовсе чтобы его запускать в космос всякие баги юзать крузак собственно для этого тоже нужен роданные танки дурак каюсь надеюсь больше никогда этого делать не буду но очень жалко мне проданного риттера я бы хотел его восстановить два танчуса проданных с бп шик 907 сэр проданы кто нибудь сейчас точно плюнет мне в экран но с армией понравился 907 мне понравился но тогда был казино на крушителе мне было вообще все равно я продавал все а 32 отлично на нем если он стоит у тебя в ангаре когда он продается он 300 рублей вроде стоит и можно купив его получить полторы тысячи голды ну вот что дорогие друзья как то так получается вот и все мои танки по чуть-чуть понемножечку сказано про каждого пишите то ваш любимый танк стать кто любимый танк супер конь меня любим это очень легко ответить пишите какие танки любимые у вас пишите какие танки вы любите какие не любите какие качали на каких страдали и так далее и так далее я даже успокоился что меня опять трахнуло казино до встречи на стримах люблю вас